Когда говорят о советской архитектуре, обычно подразумевают ее величественные образцы сталинского периода, когда в искусстве воцарился стиль историзм с его тяготением к классике. Однако, сочетая несочетаемое, архитекторы 30-50-х годов соединяли строгие античные формы с барочной вычурностью и помпезностью декора, также отдавая предпочтение гигантским излишним размерам перед лаконичными. Этими особенностями характеризуется, к примеру, сооруженный на Михайловской площади Киева здание ЦК КПБ Украины, где сейчас располагается Министерство иностранных дел. Его проектировал в 30-е годы ленинградец Иосиф Григорьевич Лангборд, и оно должно было стать частью титанического административного комплекса, воплотить в жизнь которой так и не представилось возможно. Вторая половина 30-х годов ознаменовалась на Украине в частности и постройкой Дома Советов Народных Комиссаров УССР, который является самым крупным зданием административного назначения в Киеве. Проект его принадлежит архитектору Ивану Александровичу Фомину, видному деятелю неоклассицизма, который трудился на данной работе в 1935 году в соавторстве с Павлом Васильевичем Абросимовым. Сейчас здесь находится администрация президента Украины. Куда более сдержанными и скромными по размерам стали здания в 40-е и 50-е годы. Советский неоклассицизм на Украине приобретает большую классичность. Примером тому Академический русский драматический театр имени Лунычарского в ныне российском Севастополе и построенный в 51-57 годах. К тому же периоду относятся достроенный к концу 1958 года дворец культуры имени Молодой Гвардии в городе Сорокино, бывшем Краснодоне. Величественное здание сочетает в себе неоклассические элементы и нотки традиционного украинского орнаментального декора. Отступая несколько в сторону, скажем пару слов и о старейшем заведении здравоохранения этого города, о здании второй городской больницы. Одна относится к более раннему периоду, ее постройка завершилась в 1926 году, а сама она тяготеет скорее к стилю конструктивизма, господствовавшему на Украине до начала 30-х годов. Больница действующая, хоть и страдает от недостатка финансирования. Пожалуй, не менее, а то и более интересным периодом в истории украинской советской архитектуры, чем сталинский ампир, является время так называемой космической архитектуры, пришедшейся на последние два десятилетия существования Советского Союза. Далеко за примером ходить не надо. Институт научно-технологических исследований и развития, построенный в Киеве в 1971 году, явственно напоминает видавшую жизнь летающую тарелку, приземлившуюся на крышу вытянутого здания и примявшую ее своим немалым весом. В киевском крематории, также спроектированном в начале 70-х годов и активно действующим и поныне, одним из его создателей был выдающийся архитектор Авраам Милецкий, чья творческая карьера была связана с Украинской ССР до прекращения ее существования в 1991 году. Пожалуй, большинство его проектов можно отнести к жемчужинам советской архитектуры. Если поначалу, пока он работал вместе с коллегами и под руководством других архитекторов, его авторский стиль проявлялся не столь явственно. Например, можно привести здание гостиницы Украина в Киеве, ранее носившей название Москва, но даже и для ранних работ с его участием характерна глобальность замысла, который зачастую приходилось значительно упрощать перед воплощением в реальность. Та же участь постигла и другую гостиницу, построенную по проекту Милецкого много позже. Речь идет о гостинице Салют, что на площади Славы в Киеве. Она задумывалась гораздо выше, но решение сверху урезало лишние этажи еще на стадии проектирования. Конечно, кроме столицы Украинской ССР, активное строительство велось в данный период и в других городах. Чего стоит одно только здание летнего театра имени Валерия Чкалова в Днепропетровске. Театр, напоминающий огромную ракушку, по праву считается одной из достопримечательностей города. Закончим, пожалуй, на еще одном почти неопознанном летающем объекте, правда лишенном верха, но того не менее футуристическом. Речь идет о Хмельницком областном литературном мемориальном музее Николая Островского, открытого в 1979 году в Шепетовке, с которой была связана молодость писателя. Хотя по замыслу архитекторов Гусева и Суслова, внушительное кольцо, внутри которого и размещается экспозиция музея, должно было символизировать памятный венок, а мощные пилоны, держащие его руки, трудно отделаться от некоторых неоформленных ассоциаций на космическую тему.